Гость эфира Владислав Величко, директор Центра поиска пропавших людей. Владислав, добрый вечер. Добрый вечер. По вашему мнению, скажите, основные причины пропажи людей это какие? На самом деле таких причин несколько. Я бы разделил в первую очередь несколько возрастных групп. То есть первая самая распространенная возрастная группа это пожилые люди, люди 65+. Как правило, у них уже есть какие-то старческие заболевания, связанные с расстройствами рассудка. То есть это деменция, альцгеймер. Их может и не быть. Это может быть просто потеря памяти. И такие заболевания очень распространены. У них, соответственно, основная причина это элементарные вещи. То есть забыл, где живет, забыл, куда пошел, забыл, кто он, забыл, где он и какое сейчас время. Это такая самая распространенная причина. То есть основная причина здесь как раз заболевания, как он страдает человек. Основная причина возраст на самом деле. Да, также есть еще одна группа, это дети. Он оказался не в том районе, вышел не на той остановке ребенок. То есть либо приехал с мамой в незнакомый город, либо к бабушке в деревню, где раньше никогда не был. И оказался вот в такой ситуации для себя неординатной. Незнакомый, да, он не знает, что делать. И именно из-за этого потом происходят все эти вещи. Ну и также есть еще отдельная группа, там это подростки, которые убегают целенаправленно, ища каких-то приключений. Да, то есть, ну это уже такая... И потом теряются. В процентном соотношении, да, их меньше на самом деле. То есть правильно я понимаю, что это чаще всего или дети? Или дети, или пожилые. Чаще всего, да, очень пожилые люди, которые уже страдают расстройками памяти. Чаще всего, да, именно так. Получается, что в случае с пожилыми людьми виноваты те, кто о них заботится. На самом деле... Те, кто недосмотрели, да, допустили такую ситуацию, что человек куда-то ушел один без присмотра. Да, но сложно обвинять на самом деле, да. То есть они не виноваты, это больше по незнанию. Потому что, как правило, когда люди узнают такой диагноз, как Альцгеймер, либо деменция, да, во-первых, многие не замечают. Списывают это все на то, что, ну, он пожилой забыл. Да, есть такая прекрасная профессия, врач-геронтолог. Он занимается именно старческими изменениями, да. Если вы видите, что вашего пожилого человека, родственника, да, там, близкого, начались... Он начал что-то забывать, да, не помнит, куда положил, там, ваши имена, либо еще что-то. Очень советую обратиться к специалистам. Это узкие очень специалисты, и они помогут вам в выявлении, есть ли какие-то заболевания на самом деле, их нужно лечить. Либо это просто там вот старческая свободность. Ну, или к неврологу можно обратиться. Либо к неврологу, да. И тоже, если диагноз будет поставлен, то и рекомендации тоже будут даны. Да, тут рекомендация очень простая с пожилыми людьми, да. Их всего несколько. Во-первых, вам нужно побольше общаться с пожилым человеком. То есть понимать, куда он ходит, зачем он ходит, да. И еще нужно часто его фотографировать. Для чего это нужно? Потому что, как правило, когда человек пропадает... Нет фотографий. Первое, что спрашивают, это фотография. И у нас есть та самая фотография 40-летней бабушки из паспорта, а ей на сегодня 84. И она совсем по-другому выглядит. Конечно, она совсем по-другому выглядит, да. И запоминать одежду. Это на самом деле очень помогает. А помогают ли такие вещи, как, допустим, записка, положенная в карман этой бабушки, где написано ее имя, адрес, телефон. А записки прям рекомендуем класть с номером телефона и контактным данными, да. То есть либо там вот эта бабушка Иванова Мария Сергеевна, такого-то года рождения, я дочь, и номер телефона. А в карман, в сумку, пришивать на лацканы куда-то одежды, да. То есть их должно быть много. Потому что пожилые люди будут считать, что это плохо, да. И они будут их выкладывать постоянно. Могут специально выкладывать, да, потому что обижаются. Могут выкладывать просто потому, что вот она им мешает. В паспорт вкладывать. То есть такие вещи, их надо прям определенное количество иметь везде. У пожилых людей особенно. А в случае с детьми, допустим, я так понимаю, что нужно ребенка обучить, как действовать в непривычной для него ситуации. Если в случае с пожилым человеком там болезнь будет прогрессировать, и беседы такие, они бесполезны, да, вот помогут, кстати, такие, как вы сказали, записки, то в случае с ребенком, наверное, поможет все-таки беседа и целенаправленное такое обучение. Да, с ребенком, в том числе наш центр работает с детьми, да, то есть у нас есть направление профилактики для детей школьного возраста. Почему именно школьного? Потому что у дошколят там маленько все по-другому. Это связано с психологическими особенностями детей. Да, и поэтому мы объясняем детям, как действовать, когда ты, мама, уехала на остановку, ты вышел раньше, да, то есть либо ты оказался в незнакомом районе. Что делать, если ты там потерялся в лесу, в парке, в различных ситуациях? Что делать, если к тебе подошел незнакомый человек? Кому нужно обратиться за помощью и так далее? На самом деле многие родители не задумываются об этом. Современные дети не знают номера телефонов родителей по причине того, что, да, да, это мы в свое время знали, там, когда телефоны появились, все номера наизусть и могли позвонить хоть кому, а сейчас дети не знают этого. Это не потому, что дети плохие, да, или не потому, что родители не смотрели, нет, мы не задумываемся никогда об этом, как родители. Просто есть гаджет, в котором все контакты уже забиты. Всегда, само собой разумеющиеся, иметь при себе телефон, где у нас есть все. Вот. Но первое, что должен знать ребенок, это номер телефона мамы и папы и домашний адрес. Это самое главное, потому что, как правило, когда дети пропадают, их находят, они не могут называть на себе, кроме там фамилии и имени, ничего. В некотором возрасте только имя, допустим. Это, да, это вот особенности современных детей. Это усложняет поиски? Это усложняет очень сильно поиски, потому что ребенок может быть найден где-то, да, но еще не опознан, и в этот момент его будут искать совершенно в другом месте или в другом городе, например. Такие случаи тоже бывают. Ну, ваш центр основан не так давно, да? Когда вы открылись? Регистрация прошла в марте этого года, но центр основан у нас в Красноярском крае. Мы один из более чем 20 центров на территории России. Да, самый первый центр открылся в 2014 году в Москве. Это сейчас наше образующее, так скажем, главное, головное наше предприятие. Вот. В 2017 году вышло поручение президента о том, что в регионах должны быть ресурсные центры поискового добровольчества при сотрудничестве с ЦППЛ Москвы, да, должны открыться в каждом регионе. Вот. Это было дано поручение правительству. Вот. И поэтому вот в каждом регионе по мере возможности открываются такие ресурсные центры. Я правильно понимаю, что ваш центр существует в том числе и на пожертвования? Я бы сказал, что, ну, вот мы не коммерческая организация, мы не ведем никакой коммерческой деятельности в целом, да. Да, мы ничего не продаем, ничего не покупаем, мы существуем, да, целиком там за счет нескольких, ну, в данный момент, да, за счет там нескольких благотворителей, и в том числе пожертвований, да, то есть там от физических лиц, от обычных людей. Да, только так вот мы сейчас существуем. Вот мы недавно на экране видели отрывки из видео о вашем центре, да, это подготовка волонтеров? Да, на видео был представлен, это были волонтеры с одного из поисковых отрядов, они были со всей Сибири, со всех сибирских регионов. К нам приезжали специалисты из Москвы, и они обучали группу быстрого реагирования и направление картографии, да, то есть вот там класс, да, это сидят ребята из разных регионов, которые приехали к нам для того, чтобы... То есть это прям такая серьезная учеба, да, есть преподаватели, у каждого своя дисциплина. Сейчас, допустим, на фотографии, да, курс обучения старшего на месте, это такой человек, который, это правая рука координатора поисков человека, который принимает все решения, он очень большой этот курс, он очень обширный. Или вот сейчас на фотографии отрывок из учений, которые мы провели в городе Сосновоборске, да, то есть это были учения большие для поисковых отрядов, вот, и мы подготовили ребят в течение двух дней, да, вот я рассказываю про первую помощь. А что самое главное в работе волонтера? Наверное, психологическая устойчивость, да, в первую очередь, а дальше? Самое главное желание, на самом деле, всегда первое, что спрашивают люди, да, откуда у вас... У вас просто времени свободного много. Нет, на самом деле у нас немного свободного времени, вот я тоже волонтер, да, то есть ЦППЛ, это не моя основная работа. У нас в организации директор должность выбранная и бесплатная. Я не получаю заработную плату за нее, да, то есть у меня есть основная зарплата, основной доход, да, то есть он мне приносит вот... То есть у вас есть основная работа, да, который приносит мне мой доход. И есть вот это занятие, которым вы занимаетесь. Сложно назвать это хобби, потому что это такая деятельность, которая спасает жизни. Да, вот. И у меня также есть семья. Да, то есть у меня есть ребенок, и я нахожу время. Да, то есть у нас есть... у меня есть знакомые волонтеры, которые... У которых, по-моему, несколько детей, да, у которых там работа по 12 часов, и они находят время на то, чтобы быть волонтерами. На самом деле необходимо желание. Все остальное, знания, умения, все думают, что мне нужно купить там дорогую одежду, нужно купить еще что-то там. Нет, ничего не нужно. Было бы желание. А что мотивирует вот вас и ваших волонтеров, как вы считаете? Что движет вам? Когда пропадает человек, у нас нет возможности находиться дома, зная, что где-то в лесу бабушка, либо где-то в городе пропал ребенок. Это внутреннее чувство, что ты нужен. Вот, ну, как у ВДВ, да, никто кроме нас. То есть в любое время дня и ночи вы можете... В любое время дня и ночи, да. Да, вот, допустим, на базе ЦППЛ конкретно сейчас, да, то есть мы готовы предоставлять в пользование оборудование поисковым отрядам, да, то есть мы готовы предоставлять необходимые, то есть там, не знаю, печать ориентировок и так далее, все, что необходимо, да, вот мы пытаемся потихоньку масштабироваться для того, чтобы оказать как можно больше помощи, да, то есть мы сейчас выходим на определенные гранты федеральные, да, мы выходим на взаимодействие с крупным бизнесом, с малым бизнесом для того, чтобы развивать поисковое добровольчество. У нас это одна из уставных целей. А какая помощь нужна вашему центру, вот от тех телезрителей, которые сейчас нас смотрят, например? Да, на самом деле помощь нужна, во-первых, медийная, да, в плане того, что, то есть мы сейчас, нас очень мало, да, то есть мы не можем позволить, мы не богатая организация, мы не можем позволить себе сайт, да, мы не можем позволить себе супердорогую контекстную рекламу, да, то есть у нас есть группа ВКонтакте, мы ее активно развиваем, у нас очень много полезной информации выходит там ежедневно, то есть вот сегодня был пост про пожилых людей, почему они пропадают, допустим, да, то есть и в принципе о поисковом движении, о том, что наш центр проводит, да, там можно найти информацию, как нам помочь, это может быть там финансовое пожертвование, либо еще какая-то помощь, да, как для обычных граждан, да, так и для бизнеса. Для бизнеса, почему бизнес у нас в основном занимается помощью благотворительным организациям, да, потому что немногий бизнес знает, что в налоговом кодексе прописано, что они получат налоговые льготы при помощи благотворительным организациям, мы об этом всегда сообщаем, вот, и тем самым они просто перенаправят свои финансы в другое русло. А если кто-то хочет стать волонтером, что нужно сделать? На самом деле ничего в этом сложного нет, можно либо пройти обучение, у нас есть несколько направлений, которые прям волонтеров учат прям с ноля, да, то есть сейчас у нас летом запустится еще несколько курсов, в том числе курс по первой помощи, и для того, чтобы стать волонтером, нужно найти для себя в первую очередь волонтерскую организацию, выбрать, не обязательно поисковую, да, можно любую другую, волонтером можно быть в любой среде, но волонтеров на самом деле очень большое множество. Если это будет волонтер, вот, вы чувствуете, что вы хотите помогать искать людей, найдите поисковый отряд, у нас три поисковых отряда в Красноярском крае, каждый из них готов и ждет к себе волонтеров, более чем уверен в этом. Что ж, я желаю вашему центру, чтобы как можно чаще звучали слова «найден жив». Спасибо. Напомню, что в гостях у нас был Владислав Величко, директор Центра поиска пропавших людей, автономная некоммерческая организация Центр поиска пропавших людей. Возможность пройти обучение и стать волонтером любого поисково-спасательного отряда. Профилактические мероприятия для детей и пожилых людей. Вы можете оказать материальную помощь в развитии поисково-спасательного добровольчества. Адрес Центра Урбанцева, 25, группа в социальной сети ВКонтакте и все остальные контакты вы видите сейчас на нашем экране. Ну что ж, далее у нас реклама, сразу после нее будем знакомиться со вторым гостем. Продолжение следует... Продолжение следует...